Шалом, ребят, всем привет, с вами Маслитрек, и это новая часть Торила, да, как ни странно, спустя более чем год вышла новая часть. В этой части мы с вами научимся делать карту, делать анимацию войны, собственно, этой карты. Итак, для начала нам надо в интернете найти, так сказать, карту Европы или какой-то страны, я не знаю, что вы там собираетесь делать. Я чисто для примера взял карту Прибалтики, сейчас её быстренько нарисую, и покажу вам, как делать качество анимации войны. Итак, создаём новый слой, и начинаем на ширине 2, с отключённым сглаживанием на максимальной жёсткости, так сказать, обводить границы. Главное искать карту с максимально большой детализацией, чтобы у вас была максимально детализирована граница, острова и вот всё такое. Ну, я тут чисто для примера всё, я могу хоть два кружочка нарисовать, ну, а сейчас как-нибудь, наверное, как обведём. Но вы максимально старайтесь обводить всё, чтобы было всё качественно, чтобы не было никаких вот заскоков или перескоков. Отлично! Вот так вот, после того, как обвинить свои границы, естественно, повторюсь, сделать всё надо более качественно, чем это сделал я, Убираем нахрен вот этот слой, даже, я бы сказал, удаляем его, да и это можно удалить. Давайте выделим для начала внутренности наших границ. Отлично! Создадим новый слой под низом. Итак, как окрашивать страны? Для начала страны, которые, так сказать, не действуют у нас, типа не валюют, окрашивать там или в свет, в свет на зелёный, думаю, не стоит. Какой-нибудь такой тёмно-зелёненький, потому что тёмные тона, это всегда круто. Окрашиваем их в тёмно-зелёный. Кстати, всё, вот так вот у нас выглядят страны, которые никак, ничего не делают, просто вот, допустим, стылят. Так сказать, не воюют, ни в контрах никаких. Потом нам надо, так сказать, закрасить воюющие страны. Так сказать, страна нападавшая, так сказать, страна совершившая нападение, она должна быть синего цвета. Пусть у нас будет, вот, допустим, ну, слишком яркий, я считаю, но давайте более тёмный, вот, опять-таки, тёмные всегда круто. Ну и страна нападавшая будет вот так вот. Вот так вот у нас страна. Так сказать, страна нападения, агрессор, страна защищавшаяся. И нейтральная страна. Также нам надо окрасить, так сказать, океанчик больше. Море, как хотите, не знаю, чего, в основном, реке. Его окрашиваем светло-голубой, наверное. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Давно я этим не занимался. Да, нормально, светло-голубой сам это. Тут только надо слой другой создать отдельно. Вуаля, наша карта готова, так сказать. Наша Прибалтика плавает в бесконечном океане. Итак, возвращаемся в наш старый добрый Macromedia Flash Professional 8. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас всё-таки 2020 год, и таким старьём, как бы, вообще уже никто не пользуется. Но всё равно, во всех этих программах суть будет одна и та же, так сказать, анимироваться. Итак, первым делом мы нашу карту, которую мы нарисовали, вставляем флэш. По слоям, чтобы всё было по слоям. Если вы мало или не знаете, что такое слои, так сказать, смотрите старые уроки. Океан ставим на океан, и сразу замочек, чтобы мы его не трогали. Вот эти вот страны наши иностранные, и опять-таки тоже в замочек. Ну и границы, опять-таки, ставим, и тоже в замочек. И между границами и странами делаем папочку, так сказать, военные действия. Нам понадобится несколько цветов, так сказать, наши красные и синие основные, и более светлые варианты этих цветов. Ну, берём, допустим, светло-красный наш, и проходим с ним вдоль границы. Так, надо выбрать размер чуть поменьше. Чем меньше, так сказать, у вас будет размер, тем в какой-то степени лучше. Потому как будет всё более плавно. У меня стоит 30 фпс, я думаю, конечно, лучше ставить 60. Если вам не впадало прям вот сидеть часами и делать эту анимацию войны, то ставьте 60 фпс, чтобы было у нас всё, так сказать, красивенько, максимально плавно. Чтобы от этой анимации можно было словить A4U, так сказать. И вот так вот, собственно, проходимся по границе. Отлично. Вот мы привели нашу первую линию, так сказать. Сейчас, конечно, это всё выглядит достаточно стрёмно, но поверьте, потом это будет более красивенько. Нажимаем F6, чтобы создать новый, так сказать, ключевой кадр. Берём, выбираем тёмно-красный цвет, заливочку, и заливаем, чтобы у нас это было красным. То есть у нас получается вот так, чтобы было светло-красным, стало тёмно-красным. И теперь мы уже берём светло-красный цвет и продолжаем рисовать, но уже чуть выше этого. Кстати, не на самой границе, а вот повыше вот этой фигни, которую мы с вами сделали. Так. Сейчас я немножко поудобную. Вот так вот проходимся. Ну, конечно, всё это делать поаккуратнее, чем я вам так скорее только показываю саму суть. Там уже каждый как сам захочет, может делать толстые линии, чтобы было всё дёрганно и непонятно. Кто-то может делать максимально тонкие и большое количество кадров, чтобы было всё плавно и кайфно. И вот так вот делаем, пока, кстати, не захватим всю страну этого. И потом у нас получится красивая анимация вами. Скоро вы это увидите, кстати. Итак, вот мы и закончили делать одну секунду анимации. Делали я её, может быть, по времени, достаточно долго. Но, так сказать, качество требует жертв. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Вот, на эту анимацию войну уже более-менее приятно смотреть. Можно чуть сократить, так сказать, время на создание одной секунды видео. Просто поставить не 30 фпс, как стоит у меня, а поставить, допустим, 24 фпс. Всё, у нас уже на 0,2 секунды больше начнём идёт. И, конечно, пострадало не сильно, но заметно. Лучше всего, конечно, в 60 делать или хотя бы в 30. Вот мы и закончили наш туториал. Подписывайтесь на канал, не забывая нажимать на колокольчик, ставим лайки и пишем в комментариях, на какую тему сделать наш следующий туториал.